Это пульс дня по скриптам. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Корабли пропадают с радаров, самолеты исчезают в тумане. Сообщение об аномальной активности на небольшом участке в Атлантике поступает уже 70 лет. В середине прошлого века говорили, что это море дьявол и никто не мог разобраться, почему там так часто меняется течение, почему видимость почти всегда нулевая, почему штормовой ветер уничтожает суда и не оставляет от них и следа. Естественно, появлялись конспирологи, которые все списывали на инопланетян. Путешественники в интервью не раз рассказывали, что видели что-то сверхъестественное в Бермудском треугольнике, но предпочитали об этом не говорить, чтобы их не сочли сумасшедшими. Британские ученые более прагматичны, они говорят, что всему виной волны убийцы размером с 10-этажный дом. Исследователи смоделировали одну такую на компьютере и отправили ей на растерзание модель судна. Корабль затонул за минуту, причем чем больше была модель, тем быстрее она шла ко дну. В эту версию не верят океанологи, якобы больших волн в этом районе быть не может. Рассказы о природных аномалиях просто сказки. Своя версия гибели кораблей есть и у капитана яхты «Скорпиус» Сергея Низовцева. В 2012 году его экипаж заплыл в Бермудский треугольник и в судно ударила молния, отключив навигацию. Но самым страшным было не это, говорит мореплаватель. Поднимается большой пузырь со дна океана и закон Архимеда перестает работать. Это метан, гидраты и естественно, если теряется плавучесть у судна, наступает неприемлемый для него крен. «Мы ушли и радовались, что был хороший ветер», вспоминает капитан. Непонятно, как новое исследование британских ученых отразится на туристах. Все тайное привлекает искателей приключений. Но если теперь версия станет основной, Бермудский треугольник рискует лишиться флера загадочности. Австралийский исследователь Шейн Саттерли в свою очередь заявил, что к пропаже пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году привели непаранормальное явление. По мнению Саттерли, причиной трагедии послужили ошибки экипажа. В частности, лейтенант Чарльз Тейлор, командующий звеном после наступления темноты и изменения погоды, стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном. Ученый также отметил, что большинство членов экипажей были стажерами. По словам Саттерли, такую версию разгадки тайны Бермудского треугольника признали и американские военные, но с этим не согласилась мать Тейлора. Женщина заявила, что пока не найден самолет, никто не может переложить вину за трагедию на ее сына. По этой причине в отчетах военных до сих пор указано, что причина неизвестна. В декабре 45-го пять торпедоносцев МС США, известных как рейс 19 под командованием лейтенанта Тейлора, направились на учебное задание, но пропали с радаров, оказавшись в Бермудском треугольнике. С момента гибели рейса 19 до середины 80-х годов 25 небольших самолетов исчезли при прохождении Бермудского треугольника, больше их никто не видел. Никаких обломков не удалось найти. Некоторые из предположений о причине исчезновения самолетов включали их похищение инопланетянами и даже подводный город, который затягивает суда и самолеты. Эти истории очаровали общественность, некоторые люди давали необычные объяснения, утверждая, что происходит что-то паранормальное или сверхъестественное, рассказал Сатерле. Бермудским треугольником принято называть район Саргасово моря в Атлантике, ограниченной треугольником вершинами, которые являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан-Пуэрто-Рико. Этой зоне приписывается существование аномальных явлений, вследствие которых бесследно и необъяснимо исчезают корабли и самолеты. Еще одной аномалией, которая описывается ученым, является инфразвук. Согласно этой версии поверхность океана может каким-то образом генерировать неслышимый ухом звук, который сводит людей с ума и заставляет творить страшные вещи, например, умышленно допить корабли. Океанологи утверждают, что корабли в Бермудском треугольнике пропадали, пропадают и будут пропадать. Да, но, кстати, Бермудский треугольник, это относительно таких водных легенд, наверное, самое распиаренное явление, самое распиаренное место. Я напомню, что на втором месте после Бермудского треугольника находится такой миф о... Томкинская лестница, восьмое чудо-свет. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Находится летучий голландец. Летучий голландец и, кстати, некоторые американские даже кинематографисты пытались в полуфантастических либо фантастических фильмах даже совмещать эти два явления. Мол, кто-то в Бермудском треугольнике наткнулся на летучего голландца. Примерно, кстати... Сколлаборировали удачно. Абсолютно, да. Тем более, что из себя представляет летучий голландец? Такой легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря. Обычно люди наблюдали такой корабль издалека, иногда в окружении светящегося ореола. И согласно легенде, когда летучий голландец встречался с другим судном, его команда пытается передать на берег послание людям, которых давно уже нет живых. В морских поверьях встреча с летучим голландцем считается плохим признаменованием. Часто предполагалось, что если мы берем обильные морские легенды, они в период географических открытий, их было очень много, мы сейчас все не знаем, многие из них утеряны. Но вот как раз согласно этому пласту легенд, встреча с каким-то неизвестным пропавшим судном, который потом, все эти легенды сформировались в один миф летучего голландца, предзнаменовала гибель этого корабля и экипажа. Ну и собственно откуда было происхождение этой легенды? Она гласит о том, что в 1641 году нидерландский капитан Филипп Вандер Декен, или по некоторым версиям Ван Стратен, возвращался из Ост-Индии и вез на борту молодую пару. И капитану приглянулась девушка, он убил ее с ужиного и предложил стать гражданке его женой. Но она в ответ на его просьбу поступила экстравагантно, взяла и выбросилась за борт. И при попытке обогнуть мыс Доброй Надежды, это абсолютно географический объект, он существует и находится немножко южнее Кейптауна, сейчас на территории Южноафриканской республики. Корабль попал в сильный шторм, и среди суверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте. Но капитан застрелил его и нескольких других недовольных, а затем поклялся, что никто из команды не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. Ну и голос неба вдруг какой-то, ну уж боженька там, в него верили, наверное, он и сказал, да будет так. Вот такой вот оказался злой боженька, ну, собственно, и так по нему видно, что он редко был добрым гражданином. Так вот, и, собственно, таким образом, услышав вот этот странный голос, на корабль было навлечено проклятие. И теперь, как считается, это бессменный, неуязвимый и неспособный сойти на берег усылевший экипаж, должен бороздить просторы мирового океана, вплоть, ну, опять-таки, всякие верующие говорят, до второго пришествия. То есть, иными словами, не существует каких-то, да, таких вот побочных эффектов, скажем так. Существует наука, существует физика, существуют законы природы, а все остальное, это уже наши предположения. Я понимаю, вот смотри, то, что мы называем магией, в том числе магией Бермудского треугольника, людям было свойственно до развития технологий называть магией все то, что необъяснимо. Там же нашли Атлантиду, хорошо, давай уже прям вот будем объяснять. А мы не знаем, нашли ли Атлантиду. Снимки есть. Подводный город Атлантиды, там пирамины. Нет, ну, понятно, мы не знаем, это Атлантида именно та, которую говорили бы, это просто что-то, что затонуло. Вообще, в принципе, история нам показывает, что периодически какие-то населенные части суши, правда, уходили под воду. Это было, это известно, тонули острова целы. Например, сейчас есть в океане это место между Австралией и полуостровом Мандокита, очень такое длинное, длинное, огромное, там всякая Папуа, Новая Гвинея находится, и не только она, территория действительно огромная. Так вот, там есть вполне себе островные государства, которые тонут. Ну, это правда, это факт, тонут. И вопрос того, куда их переселять, этих людей, она опять-таки решается через ООН, но, насколько мы видим, через ООН почему-то как-то куда охотнее решают... Лучше через застроном решить тех проблем. Да, куда охотнее решают вопросы изменения климата, но только не действительно бедствия, которые происходят сейчас. Люди все называли магией, что необъяснимо, потому что в понимании человека из средних веков интернет, телевидение, радио, это тоже магия. Передача голоса на расстояние, они тогда об этом писали где-то. Поэтому, может быть, со временем, когда мы будем узнавать этот мир лучше, лучше и лучше, мы сможем понять, что многое из того, что содержится в мифах, легендах, действительно каким-то образом научно объяснимо, но я думаю, что на это уйдет огромное количество веков. И многим это не понравится, многие хотят обманываться рад, да? Я сам обманываться рад. Нет, ну и, конечно, хотят верить в боженьку, в древние книжки, лишенные смысла, там, в религиозное мракобесие. Поэтому обмануть нас несложно, да. Конечно. Ну, увы, что ж, вот так вот все друг друга любят обманывать, мы пытались с вами быть максимально честны. А на этом у нас все. Увидимся и услышимся завтра в нашем большом выпуске «Пульс дня». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова